МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Новоуральская вещательная компания. Вы смотрите информационную программу «Объектив». В студии Наталья Рауя и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях этого дня. Осторожно, ОРВИ. В Новоуральске в основном болеют дети. На карантин закрылось 35 классов в 10 школах Новоуральского округа. Для удобства жителей цифровизация сферы ЖКХ или реализация пилотного проекта «Умный город» в Новоуральске идет полным ходом. Хочу все знать, юные новоуральцы участвуют в конкурсе исследовательских работ под названием «Азбука проектов». Конкурс проходит 8-й год подряд. Все на старт. В Новоуральске активно проходит декада бега, которая традиционно предваряет «Лыжню России-2020». Теперь об этих и других темах подробнее. Выпуск начнем с главных тем для новоуральцев о карантине в городе. По данным Управления образования, в связи со вспышкой ОРВИ, на утро сегодняшнего дня закрыто на карантин 35 классов в 10 школах Новоуральского округа. Это школы 40, 41, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 58. Для сравнения, в понедельник 3 февраля было закрыто 14 классов в 8 школах НГУ. А во вторник гимназия 41 закрыла на карантин всю начальную школу. Это 15 классов. Если на прошлой неделе болели в основном учащиеся 2-х, 3-х и 6-х, 7-х классов, то теперь преимущественно болеет начальная школа. Берегите себя и своих близких. Помните о мерах предосторожности. К другим темам выпуска губернатор Евгений Куйвышев заявил о необходимости ускорения цифровизации социальной сферы и внедрения современных информационных технологий и сервисов. Такую задачу он поставил к обмину в конце января на заседании правительства региона. Основным вопросом повестки стало развитие системы социального обслуживания в Свердловской области, повышение качества социальных услуг. По словам главы региона, в Свердловской области наработан серьезный положительный опыт в этой сфере. Используются передовые методики и современные технические решения. Развивается рынок социальных услуг. Внедряются механизмы государственно-частного партнерства. Однако некоторые направления работы предстоит усилить. Социальная поддержка должна иметь адресный и персонифицированный характер. Мы должны учитывать потребности каждого конкретного человека исходить из реальных жизненных ситуаций. Это касается прежде всего людей с инвалидностью и пожилых уральцев. Далее необходимо ускорить цифровизацию социальной сферы и внедрение современных информационных и технологий и сервисов. Цифровизация важна не только для получателей социальных услуг, но и для самих сотрудников социальных служб, которые работают с огромным объемом данных. Внедрение цифровых технологий обеспечивает сегодня мобильность социальной сферы. Ее оперативность, гибкость, значит, повышается к качеству оказываемых услуг. Ну и, конечно, мы должны изучать, анализировать и внедрять лучшие практики других регионов. Считаю важным полномерно наращивать темпового влечения в социальный сектор бизнеса и социально ориентированных НКО. Цифровизация – одна из актуальнейших тем на сегодняшний день, причем для всех муниципалитетов области. К примеру, в Новоуральске активно внедряется пилотный проект по цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Проект называется «Умный город». Он внедряется в Новоуральске с 2019 года. В кабинете первого заместителя главы администрации НКО Вадима Хатипова идет совещание рабочей группы. Обсуждают внедрение проекта «Умный город» на территории Новоуральского округа. «Умный город» – это интегрированная платформа цифровой России, которая может быть применена в любой сфере жизнедеятельности. Напомню, повсеместное внедрение «Умного города» началось еще в 2019 году. Активное участие в пилотном проекте принимает и Новоуральск, внедряет цифровизацию в сферу ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства. Программа «Умный город» рассчитана на долгосрочный период, но уже в 2019 году при формировании дорожной карты администрации было уделено должное внимание для того, чтобы эту работу начать интенсивно. Первый год этой дорожной карты, как и всей программы, конечно, это год, когда мы исследуем, рассматриваем варианты развития, чтобы не сделать ту ошибку, которая была бы впоследствии критической. Специалисты предприятий электросети, УГХ, комитета по ЖКХ и другие коммунальные структуры города очень аккуратно и бережно разрабатывают такую платформу, которая, во-первых, была бы удобной для жителей Новоуральского округа в использовании умных сервисов, во-вторых, смогла бы бесперебойно работать во благо всех участников процесса сферы ЖКХ. Все делается для того, чтобы жизнь горожан была удобной и комфортной. А главное, чтобы платформа «Умный город» помогала и горожанам, и экономике нашего города. Непосредственно тем направлением, которым занимаются электросети, это цифровизация городского хозяйства, конкретно жилищно-коммунальной сферы. И нам понятно, что на сегодняшний день житель нашего города потребляет электроресурсы, тепловую энергию, воду. И всем уже сегодня ясно, что с одной стороны нужно понимать, какими объемами передачи располагают у нас ресурсоснабжающие организации с одной стороны, и какими объемами потребляемой энергии жители нашего города-потребители. Поэтому вся эта история развивается к тому, чтобы информация была оцифрована, она была прозрачна и была единой как для ресурсоснабжающей организации, так и для конечного потребителя. В рамках реализации пилотного проекта «Умный город» в 2019 году городские электросети в 12 школах Новоуральска установили приборы электроучета, которые способны передавать информацию дистанционно. Это позволяет городским электросетям иметь представление, как говорится, онлайн о том, какое количество энергии использовал потребитель. На сегодняшний день ведется наладка программного обеспечения приложений, которые позволят уже и потребителю знать, тоже онлайн, сколько он взял энергии. Все это для того, чтобы оперативно реагировать на изменения потребления, попросту экономить. На совещании у первого заместителя главы администрации Вадима Хатипова рабочая группа обсудила итоги реализации пилотного проекта «Умный город» за 2019 год и проработали вопрос, что делать дальше, куда двигаться. Ведь нужно выбрать правильный вариант развития проекта в условиях появления гарантирующего поставщика услуг. При этом объединив в одну платформу передачу онлайн нескольких видов ресурсов, чтобы система «Умный город» была интегрированной, единой, понятной и удобной. «Много нас на Уральск» – это ассоциация многодетных семей нашего города. Отчетное собрание по итогам работы ассоциации состоялось в минувшие выходные. Как отработала организация за первый год своего существования, узнаем у Альвины Бабковой. В декабре 2018 года было принято решение о возрождении в Новорайске ассоциации многодетных семей. Она начала свою работу под девизом «Много нас на Уральск». Изначально в ее ряды вступили 60 многодетных семей нашего города. За год количество участников выросло до 500 семей. «Сегодня вопросы демографии, вопросы рождаемости в нашей стране актуальны как никогда. И в своем недавнем послании наш президент, я думаю, что вы, наверное, понимаете, какие серьезные сегодня условия финансовые в том числе улучшаются в части рождения детей. Это очень-очень приятно. Нам очень важно, органам исполнительной власти, администрации, общественным организациям, что есть у нас вот такое хорошее сегодня начинание, объединение, которое за год своей работой показало свою эффективность, доказало свою эффективность. Проведено очень много хороших мероприятий, которые объединяют, прежде всего, вас, объединяют по своим интересам, по своим каким-то внутренним убеждениям». В течение года организации многодетных семей было проведено множество мероприятий. Фестивали творчества, походы, концерты, выставки, встречи. В ассоциации очень хорошо развита и так нужная для многодетных при их бешеном темпе жизни коммуникация. Есть чаты в мессенджерах, есть группы во всех социальных сетях. Всех уведомляют о проводимых мероприятиях, о новой льготах, о правилах оформления документов. А это, согласитесь, едва ли не самое важное. Знаковым мероприятием стал форум многодетных семей городов «Зато», который проходил в Заречном в прошлом году. «Мы столько опыта услышали. Организации, которые там представлены были, некоторые имеют более чем 30-летнюю историю своего существования и деятельности. У них совершенно шикарный, богатый опыт. И мы очень зарядились от этих мамочек, которые там были. Они просто героини. Кроме того, что они многодетные, есть еще много таких, ни одна, ни две, которые принимают детей приемных в свою семью». Организация «Много нас Новоуральск» за год плодотворной работы доказала свою эффективность, значимость и нужность. Как здорово, что многодетные семьи, а их в нашем городе достаточно много по сравнению с другими территориями региона, объединились. Делают добрые, хорошие дела, помогают, привлекают и дают понять. Многодетность в наше время – это замечательно. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Азбука проектов – так называется ежегодный фестиваль-конкурс исследовательских и творческих работ. В Новоуральске он проходит уже в восьмой раз. Впервые участниками стали четырехлетние исследователи. Тематика проектов разнообразна. Одни рассказывают о природных явлениях и технике, другие о семье и родном городе. О том, как юные исследователи представили свои проекты, узнала Валерия Аконева. Все участники фестиваля находятся в том возрасте, когда окружающий мир полон неизведанного. Маленькие «почемучки» сыплют вопросами на прогулках дома и во время игр. Всем взрослым знакомо знаменитое «А почему?». Азбука проектов дает участникам шанс не только самостоятельно ответить на интересующие их вопросы, но и поделиться своими знаниями с окружающими. С каждым «почему» рождается отдельный проект. Мы как-то гуляли с детьми на улице, и они у меня заметили, что у детей, ну, обычно у моей мамы как-то по одному ребенку, ну, или, в крайнем случае, там, два, но они разные. И вот у меня дети подошли и спросили, «Мама, почему вот мы как бы вдвоем, ну, одинаковые? У кого-то старше, у кого-то младше, а мы вот такие вот вдвоем». Вот. И мы как-то вот решили вот этим вопросом озадачиться и рассказать, почему. «Мы представляем исследовательский проект «Мы двойняшки, мы разные или одинаковые?» 22 января 2014 года у мамы появились два малыша, а там мы двойняшки. По отдельной специи «Разум» двух и более младенцев вызывает особенный интерес окружающих». Несомненно, жюри обращают внимание на актуальность и новизну выбранных тем, потому что некоторые из них повторяются из года в год. Удивляет подход юных исследователей к выполнению работ. Каждый имеет свой взгляд и вносит свой вклад. «Я сегодня проект представляю про радугу. Радуга – это лучик, солнце и капли воды. Мама с воспитателем помогли мне сделать проект. После я учила текст». Азбука проектов – это ежегодный фестиваль-конкурс. С каждым разом количество участников растет. В этом учебном году было 126 заявок от воспитанников детских садов на Вуральска. Поэтому рассмотрение проектов проходит в течение шести дней. В этом году члены жюри не столько пытались определить лучшие проекты, сколько вдохновить школьников на дальнейшее участие в таких мероприятиях. «Сейчас это у нас конкурс-фестиваль. Здесь самое главное – мы видим содружество, сотворчество между ребенком и родителем, между ребенком и воспитателем. И это, наверное, самое то, что вот этот совместный труд приносит удовольствие как темы, так и другим». Конкурс исследовательских работ Азбука проектов направлен на выявление и поддержку одаренных детей. В рамках фестиваля работы представляют не только воспитанники детских садов, но и школьники. Размышления на разные темы не дают покоя пытливым умам. Они дают толчок для создания проектов, которыми участники конкурса делятся с общественностью, помогая узнать что-то новое. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Новорайская обещательная компания. И о прекрасном детской школе искусств в шестой раз приняла участие во Всероссийском детском фестивале искусств «Январские вечера». В этом году показ театрализованной музыкально-художественной постановки по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Машины король» объединил юных художников, актеров и музыкантов. Подробности далее. Удивительную театрализованную музыкально-художественную композицию поставили на сцене детской школы искусств. Настоящий современный спектакль, наполненный классическими произведениями в исполнении юных музыкантов и выразительное чтение сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Машины король» погрузили зрителей в таинственный мир сказочного чуда. Орган в постановке используется потому, что этот инструмент был основным инструментом в годы жизни автора. Я так для себя определил эту задачу – это ввести музыкой в постановку и вывести музыкой из этой постановки зрителей. Мы с нашим коллективом будем показывать спектакль «Щелкунчик». Там нет особых ролей, это будет читка. Эта постановка, она будет отличаться от обычных театральных постановок тем, что здесь не будет «Щелкунчика», здесь не будет определенной «Мари». Здесь все ведется от лица кукол, которые буквально недавно пережили все эти события, все эти сражения с Мышиным королем. И это очень интересно. Спектакль «Щелкунчик» – это результат совместной работы учреждений культуры города. В создании постановки принимали участие ученики детской школы искусств, ведущие артисты театра музыки, драмы и комедии, а также сотрудники отдела искусств публичной библиотеки. В постановке музыкально-художественной композиции предшествовали увлекательные уроки рисования, на которых совсем еще юные художники, прочтя сказку немецкого писателя, рисовали полюбившихся героев под звуки музыкальных композиций Петра Ильича Чайковского к одноименному балету. Каждый из ребят постарался изобразить «Щелкунчика» и девочку Мари по-особенному, придав им индивидуальные волшебно-сказочные черты. Дети замечательно восприняли вот этот вот проект. Мы занимаемся уже пятый год. Каждый январь разные темы. Там были другие сказки. В этом году сказка Гофмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». И мы с детьми еще рассматривали произведения Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Мы слушали музыку, и произведения, которые они рисовали, то есть они по мотивам сказки и по восприятию музыки Чайковского. А да, уже, например, музыка называется «Вальс цветов». Замечательное произведение. И с таким удовольствием дети этим занимались. Я нарисовала работу про «Щелкунчика». Здесь говорится о том, что девочка Мари увидела «Щелкунчика» и очень его сильно полюбила. С ним приключилось приключение, и он превратился в игрушку. Юные артисты, читающие пьесу в образе кукол и солдатиков, рассказали зрителям историю, наполненную звучанием прекрасной музыки. В спектакле удивительным образом сочетаются сразу несколько видов искусства, создавая необычную волшебную атмосферу любимой сказки. Здесь есть все – музыка, театр, изобразительное искусство. Впервые такой проект был реализован в Москве, в школе имени Гнеслиных, под эгидой музея Пушкина. А теперь он появился и в Новоуральске. Милана Ушакова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Новоуральск, как и вся страна, готовится ко всероссийской массовой гонке «Лыжня России», которая состоится 8 февраля. Предшествует ей традиционно декада бега. Каждый день к лыжному спорту приобщаются городские коллективы. Взрослые и дети с удовольствием выходят на лыжную прогулку. Сегодня сюжет о массовом катании учащихся школы номер 45. Рассказывает Валерия Конева. Декада лыжного спорта продолжает набирать обороты. Дружным строем ученики 4-го Б-класса 45-й школы вступили в лыжню. Прогулка не обошлась без хруста снега, морозного воздуха и румяных щек. У нас в школе ребята очень любят лыжи. Как только первый снежок выпадает, сразу первый вопрос. А когда у нас будут лыжи? Когда мы пойдем на лыжи? И с нетерпением ждут, когда наступит январь, и мы выходим на лыжи. Мы приняли активное участие в декаде лыжного спорта сезона 2020. Ребята, которые учатся с 1-го по 5-й класс, они на школьном стадионе у нас прошли. Сотрудниками мы сходили на лыжную базу. Благодаря положительному воздействию на физическое состояние организма, спорт улучшает и ментальное здоровье человека. А достижение хороших спортивных результатов повышает самооценку. Занятия спортом не только поднимают настроение, но и являются хорошей профилактикой болезней. Я занимаюсь биатлоном. Я его очень люблю, и я уже занимаюсь 4 года. Если занимаюсь спортом, лучше всего биатлоном на улице, то ты будешь редко болеть. Я за весь год болела только 2 раза. Мне нравятся такие дни, потому что отличная погодка, ветра нет. В этом году я собираюсь участвовать в лыжне России. Это мероприятие нужно для того, чтобы показать себя, увидеть свои достижения и показать свой результат. Декада лыжного спорта традиционно предшествует проведению лыжни России – самой массовой всероссийской лыжной гонки, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. Основная лыжная гонка в Новоуральске пройдет 8 февраля. Торжественное открытие на стрелковом тире в 11.00. Правда, желающие пробежаться на лыжах должны зарегистрироваться пораньше, начиная с 9.45. До основной гонки все желающие могут принять участие в декаде зимних видов спорта, следуя примеру учеников 45-й школы. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Завтра в 19.30 смотрите программу, посвященную четвертьвековому юбилею муниципального духового оркестра. Торжество состоялось, театры, музыки, драмы и комедии, на которые собрались друзья духового оркестра, в том числе и народные артисты России. Напомню, передача выйдет в эфир завтра в 19.30. На этом все. Только хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова